Ну ребята, как вы успели понять по вчерашним историям, что ко мне приехала? Вика, здравствуйте! Вот, у меня сегодня день рождения, можете все благополучно ее поздравлять. Ребята, в общем было много вопросов, очень было много нюансов. Надо было решать, где ее, чего. Вообще, кучу всего нужно было решить, и половину вопроса мы уже отсеяли, и остается еще ровно половина. Вот, это найти Вике жилье в Амстердаме. Чтобы она снимала, могла снять квартиру, и все остальное. Ребята, всем спасибо за ваше поздравление, я каждому отвечу обязательно. Просто у меня сейчас еще одна хорошая новость. Помимо дня рождения, мне дали БСН номер, и теперь я официально в Амстердаме. Все это хорошо складывается, почти. Но еще есть очень много вопросов, которые надо решить. Поэтому вообще времени пока на сторисы нет, куча проблем с документами. Переходите ко мне все, у меня будут куртые история. Надеюсь. Это просто пиздец. Я только выключила историю, начали повзрывать петарды, пидорасы какие-то. Эта ж дурочка до сих пор пугается, но я тоже испугалась, нехилый такой звук. Мне больные на голову. Их же не карают за это, понимаешь? Она приезжает, мы гуляем. Она говорит, Вика, надо домой, бегом, скоро комендантский час. Я говорю, Вика, ну какой комендантский час? Здесь его нету. Поэтому вот эти звуки и вертолеты, когда здесь летали. Она всего этого еще боится очень. Это понятно. От этого сложно сейчас отвыкнуть, но пройдет время, она отвыкнет. Вот, слава Украине. Так вот, ребяточки, продолжение нашей истории. Встретила я эту Мадонну, повела я ее устраиваться. Ее поселили в отвратительный абреганский хостел. И у нас с ним сейчас проблема, потому что надо ее оттуда забрать. Ее есть куда забрать. Но как отреагируют они? И то, что она не будет жить на месте, это большой вопрос. Поэтому надо что-то думать. Приехала ко мне жить. Будем строить карьеру певца. Будет она петь песни, танцевать на улице, этим зарабатывать деньги. На улице красных фонарей. Приехать в натуре. Быстрее, собьют сейчас. Тут велосипедисты очень ненормальные, кстати. Здесь надо бояться. Ну, конечно же, никто и не рассчитывал на трехкомнатную квартиру. Но те условия, в которых, я знаю, сели от моих знакомых, очень сильно отличаются от условий, куда поселили Вику. Здесь есть одна большая проблема, ребята. Потому что она одна. Было бы у нее пятеро детей цыганей. И мужей, я не знаю. И, я не знаю, большущая семья. Конечно, бы ее не селили бы в хостеле. Ее бы поселили бы более-менее нормальные отношения. Но мы говорили о том, что нам нужно быть вместе. Мы сестры, мы плачем друг без друга. И поэтому ее оставили в Амстердаме. С этим здесь все не так просто. Но она здесь. Она добралась, наконец-то. Не верится до сих пор. Сегодня ее день рождения. Мы прекрасно его проводим. Ну, ладно, еще не вечер. Здесь невероятно красивая осень. Посмотрите. День рождения, подруга. Это все для тебя, мы хорошие. Ты как весна краса. Дай какашку дала. Она уже слепела. Ну, такая здесь красивенная весна, ребяточки. Очень тепло, 20 с чем-то градусов. Да, поэтому... Нет, я поговорила с Викой, мы приедем в хорить. Что ты меня снимаешь? Вот, мы приедем в хорить. Будем заниматься сексом. Мы сразу берем с нами в Амстердаме. У меня вход запрещен в эту страну. Ты разрешен. Что ты шо? Что ты шо? Ты шо, какая Мадонна. А еще хотела сказать тебе, моя девочка, я очень рада, что ты свой прекрасный день рождения проводишь с нами, в другой стране, в стране, в которой ты мечтала. Здесь невероятно красивая погода. Я тебя очень сильно люблю. Очень рада, что мы дружим с тобой столько лет. Мы с тобой как сестры, мы с тобой как братья, мы с тобой... Сейчас, блядь, дам тебе стук, блядь, по голове нахуй, поняла? Нерождение сестричка. Ярно сказал. Ярно сказал. Вот. Поэтому давайте поцелуем. Я тебя очень сильно люблю, моя принцесса. Ты тоже. Ты тоже счастлива, что с этим рождением проводишь с нами? По документам. Что по документам? Ну, мы с тобой в день рождения ходим и пишем документы. Ну, а как ты хотела, что оно так выпало? Короче, ребяточки, поэтому надеемся, что все получится. Мы сможем уже выдохнуть. Сегодня мы идем в Викундру устраивать на работу, чтобы сделать все максимально быстро и правильно. И чтобы мне вообще квартиру дали. И не забыть вообще обо всем и просто праздновать ее день рождения. Честно, мы еще даже не знаем, как будем праздновать ее день рождения, потому что и похоже. Я говорю, как мы будем праздновать? Что мы будем делать? Давай, чему ты хочешь? С днем рождения, малыш. С днем рождения, Вика! А где-то лондонский дождь, За воли так дико поздравляю тебя! И на каждой открытке я с любовью пишу С днем рождения, Вика! Ура! Кусай, Тор, кусай! Кусай, давай! Нет, я... Ты сейчас что-то... Давай, кусай! Кусай! Уи! Забивай! Ура! С днем рождения, с днем рождения, с днем рождения! Смотрите, как наши соседи украсили красиво свой подъезд. Наш подъезд, конечно, не такой. Вау, молодцы. У нас тут сборы на Хэллоуин. Все окрасились. У нас там целая банда за моей спиной. Вот, ребяточки. Поэтому всем хэппи Хэллоуин. Наряжайтесь, наряжайте. И живите счастливо. Вам бичгерл хочет что-то пожелать. Ах, я буду как Рома. А покажи Рому. Рома у нас вообще Санта-Моэр. Рома самый страшный в нашей компании. Чтобы вы поняли, почему все вы страшны. Хэллоуин не говорится красиво, ты должен говорить. Самый страшный. Потому Ромочка, ты самый страшный. Сейчас подумаешь, что ты под салями. Успокойся. Знаете, что я стою страшный сиренок, а пора так разным словом. Ласточки. Ну да. Профессиональный гример. Обращайтесь. 30 евро. Благодаря. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова